После сдачи Лыбецкой магистрали во Владимире намечается новое дорожное строительство. Будущая дорога протянется от улицы Мира до Доброго. Начинаться она будет в районе пенсионного фонда. И пройдет здесь, по небольшой улочке Ирпенский проезд. Длина нового путепровода составит порядка двух километров. По сути, это будет дублер Большой Нижегородской. Очередной способ разгрузить выезд и въезд из центра в Доброе. А нужна ли здесь новая магистраль? Решить этот вопрос власти города и проектировщики попытались на публичных слушаниях. На них собрались те, кого дорожное строительство затронет в первую очередь – жители Ирпенского проезда и прилегающих улиц. Ранее предполагалось, что ради новой дороги тут придется снести несколько жилых домов. Но от этой идеи решено было отказаться. Владельцы трех из 11 домовладений оказались против. На очереди – гаражи. 300 постройок уже точно снесут в районе химзавода. Тем более, что поставлены они незаконно. Еще сотню гаражей придется убрать в районе Ирпенского проезда. Их стоимость оценят независимые эксперты, и владельцы получат денежную компенсацию. «Практика показывает, что оценщики, в общем-то, адекватные люди, и основная масса граждан в той или иной степени довольны. Отдельные люди, конечно, недовольны. Значит, следующее решение – идем в суд». Чтобы сделать гаражные потери минимальными, проектировщики предложили изменить схему движения транспорта. На выезде на Красносельский проезд машины пустят по кольцу. Предполагается сделать четыре полосы в двух направлениях. «Мы вынуждены были, чтобы не сносить второй ряд гаражей, разделить потоки в прямом и обратном направлении. Поэтому прямое направление в доброе будет по Красносельскому проезду, а обратно будет по Орпенскому проезду, именно по двум полосам». Однако и с этим согласились далеко не все. Житель одного из домов по Орпенскому проезду Александр Климов предложил, чтобы новая магистраль выходила на улицу Безыменского. «Я там живу. Мой дом в него столько вложено, еще мой дед его построил. Отец и я». «Его собираются сносить?» «Ну, сейчас нет. Но дорога, действительно, выдвигались такие предложения, что с двух сторон, одна в одну сторону в добрый проезд, обратный проезд на улицу Мира, и мы получаемся в кольце, действительно дышать будет нечем. Детям гулять, бегать будет негде». Принципиально решить вопрос, нужен ли дублер Большой Нижегородской, на этих слушаниях не получилось, как и провести голосование, о котором просили некоторые участники. Правда, в генплане Владимира магистраль именно в этом месте значится еще с советских времен. Строительство откладывали по разным причинам. Сейчас, когда автомобилей в городе становится все больше, возросла и потребность в дублере центральной улицы. «Если мы говорим, что мы будем ездить на автомобилях, тогда мы должны честно сказать, что сегодня выехать с Доброго крайне затруднительно. И это решение вопроса. Может быть, не самое лучшее, может быть, но решение». После публичных слушаний у жителей осталось еще много вопросов. Кто-то заметил, что новый путепровод могут смыть грунтовые воды. А никаких геологических исследований на этой территории не велось. Кому-то будут мешать шум дороги и выхлопные газы машин. Замечания людям предложили направить в городское управление архитектуры и строительства. Проектировщики также заметили, скорого начала работ по строительству Ирпенской магистрали ждать не стоит. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния, 33.